Всем привет! Сегодня на обзоре вот такой резистор SP-37A. Судя по логотипу, изготавливали его на заводе BINOM, Северная Осетия, город Владикавказ. Как всегда, я предварительно его разобрал, чтобы не тратить ни ваше, ни свое время. Итак, приступим. Для начала кусачками раскусываете какой-нибудь из краев, и далее он довольно легко разбирается. То есть, снимаете пластинку алюминиевую, она нам не нужна. Дальше вот так вот он устроен. Тут есть иголочка. В некоторых случаях она тоже бывает, содержит палладий 28%. Вот это. Но, в данном случае, здесь ничего нет, потому что я ее проверял, и, как видите, она посинела. Зажигалкой нагревал до кролосна, она посинела. Это говорит о том, что палладия здесь нет. Нас же интересует вот этот бегунок. В нем содержание палладия 58%. На данный момент цена с содержанием такого палладия чуть более полутора тысяч рублей за грамм. Снимается он тоже довольно-таки легко. Так, берете и снимаете. Вот такой вот тоненький, маленький бегуночек. Очень дорогой. Напомню, палладий. Унция палладия сейчас стоит 2400 долларов за унцию. В унции около 31 грамма. Давайте взвесим его, если покажет, конечно, вес, так как он очень-очень маленький. Для этого я подобрал деталь тут одну. Резистор положим. 1,76 вес у резистора. И положим наш бегунок. Даже не показал ничего. Нет, тут еще есть один. Что-то весы сбились. Попробуем еще раз. Вот. Было 1,75. Положил бегунок. Стало 1,77. То есть приблизительное содержание в одном бегунке 0,02 грамма. На этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok